всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля я худею на своем канале делюсь с вами своими результатами сегодня понедельник 4 ноября день моего отчета по весу сегодня вам расскажу как прошла у меня неделя как поменялся у меня вес за эту неделю и в конце видео покажу вам свои тарелочки что я ем для того чтобы худеть худею я на правильном питании на подсчете калорий еще стараюсь придерживаться интервального голодания я уже похудела на 21 килограмм но продолжаю свое похудение дальше и так сейчас вам расскажу как прошла мне эта неделя на этой неделе я придерживалась рациона на 1200 килокалорий в принципе эта неделя у меня прошла нормально без каких-то либо нарушений все четко держала свою калорийность 1200 в субботу вот только я не считала свои калории но я сильно не передала старалась интуитивно придерживаться этого режима питания так что в принципе все нормально на этой неделе я еще немного передвинула свой завтрак если раньше я завтракала в 10 11 часов то сейчас я уже начала завтракать в 12 часов а последний прием пищи у меня в 6 вечера ну я хочу сказать что нормально я спокойно сейчас выдерживает до 12 часов без еды раньше я свое интервальное голодание начиналось 9 часов я начинала завтракать потом постепенно перешла на 10 часов потом 10 11 и вот сейчас я уже дошла до 12 часов так что нормально постепенно постепенно я увеличиваю свое окно голода чего это же безумно рада вот только по поводу ужина наверное я уже свою перенесу с 6 ближе к 7 часам потому что в 6 часов я еще совершенно не голодная если вот я начинаю завтрак в 12 часов обед у меня примерно в 3 часа ну бывает по-разному где-то пол третьего бывает где-то начало четвертого но примерно я стараюсь в 3 часа и ужин у меня в 6 вечера но я говорю я к 6 не всегда еще голодная так что наверное все таки я буду ужинать ближе к 7 вечера еще на этой неделе у меня был один разгрузочный день хотела сделать его на кефире но потом что-то подумала кефир если честно сказать не очень решила сделать на ряженке ряженку я больше люблю мне на больше нравится чем кефир но и мне кажется ряженка наверно даже полезнее чем кефир возможно я ошибаюсь не сам это я так думаю в течение дня я пила только ряженку за день я выпила 1 литр дополнительно еще конечно же пила воду чай кофе без сахара сахарозаменителей вообще день на ряженки довольно таки сложные но я ему продержал выдержала и думала уже результат будет на следующий день 2 минус килограмм это точно но на следующий день у меня ответ только был минус 800 грамм я конечно же была немного расстроена потому что я ожидала от этого дня больший результат ну как есть видно уже организм перешел в такую стадию самосохранения что он уже не хочет прощаться со своими лишними килограммами что даже в разгрузочный день уже все результат намного меньше если до этого у меня уходила по килограмму то сейчас минус 800 грамм физическая активность этой неделе у меня была не очень ходила я только два раза на этой неделе это даже не нахаживала своих 10 тысяч шагов получалось только 8 сейчас на улице как-то сыро холодно и долго ходить не было совершенно никакого желания так что вот так вот у меня получилось на этой неделе правда вот вакуум живота я стараюсь делать каждый день если я по себе замечу что у меня какой-то будет хороший положительный результат он живут реально подтянется я обязательно с вами об этом поделюсь вот так прошла у меня эта неделя и на сегодняшний день мой вес 63 килограмма 600 грамм на прошлой неделе мой вес был 64 килограмма 300 грамм и общий мой ответ за неделю минус 700 грамм я очень довольна этому результату это мой самый минимальный вес за все время моего похудения до этого был мой минимальный вес 64 килограмма ровно я столько весила в августе перед отпуском в отпуске я немного набрала несколько лишних килограмм и вот сейчас это время все его сбрасывала сбрасывала наконец-то мне удалось сбросить эти набранные килограммы что я набрала в отпуске и сейчас я возобновила свой минимум 63 600 так что понемногу понемногу я продолжаю двигаться к своей цели вообще хочу и похудеть до 58 60 килограмм ну мне уже осталось совсем не так много но эти последние килограммы будут уходить очень медленно и очень трудно и я думаю что на этой неделе если бы я не делала разгрузочный день ответ был бы намного меньше так что я за разгрузочные дни мне разгрузочные дни очень помогают твоим похудение у меня всегда есть какой-то результат за неделю и вес у меня не стоит на месте ну если я конечно же соблюдаю свой режим питания питаюсь так как надо считаю калории тогда сто процентов есть какой-то результат я буду очень рада если вы мне поставите пальчик вверх для меня это будет огромная награда напишите свой отзыв о похудении как вы худеете какие у вас результаты похудения для меня это очень важно и не только для меня для тех всех людей которые заходят на мой канал читать тоже комментарии кто ищет моих видео тоже какую-то мотивацию для похудения это очень важно пишите делитесь своими результатами а если вы первый раз зашли на мой канал подписывайтесь будем худеть вместе на следующей неделе я продолжу также питаться буду придерживаться этого же рациона питания 1200 калорий интервальное голодание также завтракать буду в 12 часов а последний прием пищи в 6 вот в 7 вечера ну примерно вот так вот ну буду что-то экспериментировать возможно буду как-то подстраиваться по тот режим питания как мне будет удобно буду смотреть а сейчас я вам покажу свои тарелочки на 1200 килокалорий и всем до скорых встреч сейчас 12 часов и я буду завтракать утром я всегда пью воду сегодня выпила два стакана воды потом чуть позже попила еще черный чай без сахара сахарозаменителей и вот сейчас 12 часов и будет мой только первый прием пищи и на завтрак у меня сегодня будет овсяно блин овсяно блин я делаю из двух яиц добавляю 3 столовые ложки овсяных хлопьев долгой варки овсяные хлопья долгой варки я предварительно измельчаю мне больше нравится когда хлопья измельченные тогда блин получается более пышный и мягкий еще добавляю примерно 2-3 столовые ложки молока все перемешиваю и жарю на сухой сковороде без масла и в готовый блин добавляю сыр сулугуни 40 грамм буду есть свой вкусная вся на блин и запивать кофе кофе с молоком без сахара молока я добавляю 50 грамм сейчас три часа и я буду обедать на обед у меня сегодня будет борщ 400 грамм борщ я варю на курином бульоне сюда добавил еще пол столовой ложки сметаны у меня сметана 15 процентов жирности еще съем одну хурму 250 грамм и грецкие орехи 20 грамм сейчас 6 часов вечера я буду ужинать на ужин у меня сегодня будет одно отварное бедро 130 грамм минус кость и буду считать как 120 грамм бедро буду есть вместе с кожей раньше когда-то снимала кожу с курицы сейчас не снимаю ничего страшного я в этом не вижу с мясом съем морковь по-корейски 120 грамм это мой последний прием пищи и сегодня есть ничего не буду чуть позже сделаю себе еще черный чай без сахара и сахарозаменителей на интервальном голодании допускается пить чай кофе без сахара и сахарозаменителей и каких-то либо добавок это не считается как прием пищи и не нарушает наше окно голодом в течение дня я еще всегда пью воду стараюсь выпивать по два стакана воды между каждым приемами пищи надеюсь мое видео было вам полезно ставьте пальчик вверх пишите в комментариях что вы едите для того чтобы худеть мне это тоже очень интересно и всем до скорых встреч до свидания и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...